Обсудим все Белорусское народное собрание и его возможные последствия с Франком Вечерко, политологом, советником Светланой Тихановской. Франк, я приветствую вас. Слышите ли вы студию «Дождя»? Да, слышу. Добрый день. Вот помимо тех заявлений Александра Лукашенко, которые мы сейчас слышали, на ленты информационных агентств сыпется еще. Его цитаты, судя по всему, выступают уже несколько часов. Он говорит, что все Белорусское народное собрание должно стать стабилизатором на переходный период при смене власти. И также еще одно сообщение агентства РИА Новости. Лукашенко назвал условия своего ухода «никаких протестов и гарантии безопасности для его, Александра Лукашенко, сторонников». Какие у вас в целом впечатления от вот этого мероприятия, которое сегодня открылось и два дня будет продолжаться? Для меня это все выглядит как сеанс психотерапии для самого Лукашенко. Последние шесть месяцев для него были сложные, неспокойные, в стрессе. Он каждый день не знал, чем закончится вечер. И мы все помним, как он бегал с автоматом, когда массовая толпа подходила к дворцу президента. Но у него не получилось к этому собранию задушить протест. И сегодня люди снова выйдут на улицу. Но ему нужно доказать тем, кто не выходит на протест, но тем, кто начал сомневаться в нем. То, что все под контролем. И все сегодняшние заявления о том, что мы реформируем, проведем референдум, что все успокоится. Это адресовано именно тем, кто сомневается, кто собрался переходить, кто уже не доверяет Лукашенко так, как раньше. А нового сегодня, по существу, мы не услышали. Но мы услышали конкретные даты. Вот впервые, кажется, Александр Лукашенко объявил, что референдум тот самый по Конституции состоится в начале следующего года. И он говорит, что проект будет доработан к концу этого года. Из чего мы делаем вывод, что в ближайшие месяцы, до конца года, мы будем слышать все больше и больше конкретных изменений, которые в Конституцию будут предлагаться. Да, но этот сценарий звучал и раньше. И это как раз тот сценарий, который согласован был с Кремлем. Почему это важно? Потому что, с одной стороны, Лукашенко боится, что теперь эти протесты его сметут. И не будет ни гарантии безопасности, ни для него, ни для семьи, ни для тех, кто помогал ему все это время. А с другой стороны, Кремлю тоже выгодно оттянуть время. Потому что, насколько я помню, в России думские выборы в этом году. И после думских выборов, когда все успокоится, им тоже вот этот белорусский референдум в спокое, в стабильности хорошо было бы провести. Я думаю, что здесь интересы Кремля и Лукашенко сходятся, чтобы затянуть время. Но это никак не сходится с ожиданиями людей в Беларуси, которые ожидают перемен уже в этом году и желательно до лета. Скажите, но не является ли это хоть каким-то ответом господина Лукашенко и его движением навстречу, ответа на эти выступления, которые все полгода последние продолжаются? Так или иначе, он говорит, конституция будет изменена, будут перераспределены полномочия. Вот можно открыть еще цитаты, которые сегодня звучали из его уста. Он говорит, что нынешние президентские полномочия тяжелы для одного человека и прочее, и прочее. То есть, хотя он говорит, что президентская республика – это оптимальный вариант для Беларуси, но, судя по всему, он обещает, что так или иначе полномочия перераспределят. Не является ли это шагом навстречу, повторяю свой вопрос, навстречу протестующим? Ни в коем случае. Эти обещания пойти на третий уступок были еще осенью. И он обещал, что именно на ВНС будут приняты поправки. Разговоры о реформе Конституции, о том, что он уходит, отдаст свои полномочия парламенту. Про это разговоры начинали в сентябре, и он каждый раз откладывал. Верить ему никаким образом нельзя. Это человек, который никогда не держит своего слова. И когда протесты продолжатся, это и весной, и осенью, он будет снова откладывать, снова играть в эту игру. Он будет обманывать и людей, и Россию, и Запад. Поэтому пока до действия не дошло, верить этому никаким образом нельзя. И не забываем контекст, что сегодня этот ВНС, и сегодня и вчера суды над независимыми журналистами, которые стримили. На следующей неделе суд над Бабарыка, который был его оппонентом. Продолжаются вот эти ужасы в тюрьмах, где людей держат в камерах-одиночках, заражают коронавирусом. Людей вылавливают по дворах. Вчера налетели в квартиру издателей Малишевских. То есть да, он говорит, что мы здесь готовы реформировать, а с другой стороны делает тоталитарную зачистку по всей стране, уничтожая остатки гражданского общества. Вот, кстати, к разговору о протестах. Накануне председатель КГБ Беларуси, Комитета госбезопасности республики, Иван Тертель, прошу прощения, если неправильно делаю ударение в его фамилии, заявил, что ситуация во внутренней политике Беларуси стабилизировалась, пик протестов пройден. Тертель, согласитесь с этим заявлением или нет? Абсолютно не соглашусь. И вот, ну буквально до этого звонка мы разговаривали с одним из иностранных банков, который работает в Беларуси. И они как раз таки пробовали узнать у офиса Тихановской, какие реальные экономические и политические прогнозы. И они говорят, что статистику, которую они получают от Белстата, в четыре раза отличается от статистики и прогнозов, которые дает мировой банк. Мы видим, что ситуация начиналась как политический кризис, в августе, сентябре, вот все эти ужасающие сцены с городов, но переросла в кризис социальный, кризис дипломатический и кризис экономический. Сейчас кризис в стране по всем фронтам. И все доходит до такой ситуации, когда всем нужно решение. И решение нужно теперь. И правящим элитам, и оппозиции, и народу. Поэтому никакого 2022 года не будет. Ситуация настолько быстро ухудшается, в первую очередь экономически, что придется делать уступки не в 2022 году, а уже этой весной. Последний вопрос. Те условия своего ухода, которые Александр Лукашенко называет, давайте еще раз повторим, что он говорит следующее, никаких протестов и гарантий безопасности для его сторонников. Насколько подобные условия ухода вам, как представителю оппозиции, советнику Светлане Тихановской, насколько подобные условия для вас приемлемы? Все, что решает белорусский кризис, все, что выводит людей из вот этой ямы, все, что ведет к свободным выборам и демократии, все может быть рассмотрено. Лукашенко боится сценария Януковича, когда надо убегать на вертолете куда-либо, в Ростове и утопить документы в озере. Понятно, что он хочет остаться хорошим персонажем в истории Беларуси, в это я практически не верю, но я думаю, что он все еще имеет возможность, уходя мирно и проведя свободные выборы, поехать к себе на село, на хутор, стать директором какого-нибудь музея тракторов и там доживать свой век. Да, конечно, это возможно только в случае, когда не будет никакого насилия, политзаключенных в ближайшее время отпустят, эскалации паралитической не произойдет. Тогда этот вариант рассмотрен. Но когда все будет продолжаться, как происходит теперь, я думаю, что каких-то гарантий и безопасности ему просто никто не даст. Спасибо, Франок Вечерко, политолог, советник Светланы Тихановской, на прямой связи с нашей студией.